Жириновский Красавец. Он оформил визу во время конгресса НАТО в Латвии через НАТО. И когда Латыши увидели Жириновского, они обомлели. Я имею в виду не латыши простые, чудные, трогательные люди, а власти латышской. Они просто обомлели. Как Жириновский появился в обходах. Более того, красавец. Он собрал пресс-конференцию в тот час, когда была назначена пресс-конференция НАТО. И НАТОвцы не могли понять, почему у них нет журналистов. Да потому что все рванули к Жириновскому. Они не знают, кого они оформили в Латвии, кому они дали визу. Три дня журналисты местные паслись у Жириновского, а не у НАТОвцев. А пользуясь тем, что он под крышей НАТО красавец, он все сказал латышским властям, что он о них думает, и что никогда у них не было своей государственности, что всегда они были под кем-то, и что письменности у них не было до конца 19 века, и гражданства они не имели, и что все художники, поэты, писатели воспитаны были нашими российскими педагогами. Академия художественных педагогами. Ой, наговорил столько, что ему, по-моему, даже НАТО больше не даст визы в страны НАТО. Но молодец, молодец, он ведь прав оказалось, он ведь прав. Ведь я недавно одному латышу говорю, вот американцы с вами дружат, а хоть одному американцу на ум пришло перевести латышского поэта на английский язык? Нет. Кто это делал? Советские поэты, сколько было латышских художников, писателей, поэтов, они все переводились на русский язык русскими людьми. Но, должен сказать, поворот обозначился, наши отношения с Латвией улучшаются, потому что Америка выдала новую инструкцию латышам. Задираться к России дружелюбно, не так, как раньше, и не портить наши налаживающиеся, наши налаживающиеся с Америкой баракосочетания. А Жириновский красавец.